Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о том, как трудно людям, которые стали жертвами мошенников и их мошеннических схем, добиться справедливости в условиях действующей правоохранительной системы. Это у нас в гостях Раиса Дюсимбаева, пострадавшая от действий мошенников. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам чуть вначале, тут с вами уже одна передача у нас записывалась, поэтому вкратце расскажите, о чем суть дела, чтобы те, кто не видели, поняли. Да, я попала с мошенником Нугмановым. Я пишу заявление урок на двоих, на сына и на мать. В чем суть мошеннической схемы? Да, они хотели сделать мне по госпрограмме квартиру. Вошли в мою доверие и мол, а Пашка, почему у вас нет квартиры, вы живете на квартире? Я вам сделаю через три месяца буквально квартиру. Я доверилась ей и отдала ей 18 500 долларов в 2012 году. Вел мое дело Салманов Аскар и замначальник Сулпеков Ернар. Но никаких действий они не делали абсолютно. Поэтому год 9 месяцев я у Салманова спрашиваю, почему не ведется дело? Он говорит, нет удостоверения у него личности. И она толстая, ее никак нельзя посадить. Я тогда иду прокуратуру с заявлением Башибаеву. Башибаев тогда дает указ, Салманова Аскара вызывает и дает указ, чтобы ее сразу в тот же день арестовали. Да, ее в тот же день и арестовали. Но опять-таки, Яда писала заявление на двоих, а сына делает свидетелем к родной матери. То есть получается, что наказаны не все? Не наказаны все, да. То есть и само наказание такое символическое, да? Да, символично. Только мать наказывает. Она брала по нужде денег. В обвинительном акте пишут, что она брала деньги по нужде. В настоящее время мошенница сидит? Мошенница, да. Сейчас ей дали три года. А у меня-то крупная сумма. А сын на свободе? Да. А сын на свободе находится. Ваши, скажем так, попытки заставить следственные органы проводить расследование, они чем-то закончились на сегодняшний день? Я получаю отписки. Я везде обращалась, писала заявление. И ОВД, и департамент жилья. И везде, и везде абсолютно пишу, только я получаю отписки. Когда я начала вешать объявления, ко мне стали пострадавшие звонить. Вот одна пострадавшая. Вы не единственная, кто пострадала в действии этой группы? Да. Пять человек пострадали. То есть только те, кого вы знаете? Да, да. Кого я только знаю. А еще сколько их, один бог знает. Вот эта пострадавшая Брильц, Ирина, она пострадала от Нугмановой, от Набиева, Аглы. Нихман Аглы. Давайте мы пока про ваше дело. Итак, то есть в настоящее время вы чего добиваетесь? Я хочу добиться справедливости, чтобы второго мошенника засудили, уголовное дело возбудили. Потому что расписка на его... Вам получилось возместить понесенный ущерб? Да. В течение два месяца сказали возместить. Но она в суде говорит, я никому... Мне есть видео, никому не отдам я денег, ни копейки, я лучше посижу. Я лучше сяду, но никому не отдам деньги. У меня есть на все видео. То есть, я так понял, решение суда о возмещении ущерба есть, но денег у вас нет? Да, 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 нет. Ваши обращения в прокуратуру какое-нибудь имели результат? Нет, никакого. Только получаю отписки. И прокуратуру, и Нур-Атану написал, только получаю отписки. Объявление. В 2013 году. Все. И, я так помню, сегодняшний день безрезультатно. Какие ваши планы на будущее? На будущее я хочу поехать в Астану. И буду делать пикеты. Пока я свою справедливость не добьюсь. Если меня будут забирать госорганы, я объявлю голодовку. Я требую, чтобы возбудили уголовное дело второго мошенника. Ваша ситуация понятна, но мы со своей стороны только можем надеяться, что справедливость в вашем деле восторжествует. У нас в гостях была Раиса Дюсимаева. До свидания. До свидания. Раиса Дюсимаева